Танталовый порошок Слизующий состав удаляется при нагревании конденсатора в вакууме при температуре 150 градусов Цельсия в течение нескольких минут. Производится спекание порошка в вакууме при температуре 1500-2000 градусов Цельсия. При этом частицы соединяются друг с другом и образуют губкоподобную структуру. Такая структура обеспечивает большую механическую прочность, но пористость также получается достаточно высокой. Если спекание производить дольше или при более высокой температуре, частицы соединяются лучше, но и емкость получится ниже. Соответственно, если уменьшить время спекания или снизить температуру, емкость будет выше. Процесс спекания также помогает удалить большую часть посторонних примесей. Образовавшиеся слаги привариваются к металлической несущей ленте, которая называется стрингер. Стрингеры изолируются от корпуса конденсатора тефлоновой шайбой и используются в дальнейшем для формирования выводов танталового конденсатора. Следующий этап – создание изолирующего слоя пентоксида тантала. Окись образуется при электрохимическом процессе анодирования. Слаги окунаются в слабый раствор фосфорной кислоты при температуре около 85 градусов Цельсия. И при определенном токе и напряжении формируется слой окиси. Толщина диэлектрика задается рабочим напряжением электрохимического процесса. Вначале процесс притекает при постоянном токе до тех пор, пока напряжение не достигнет необходимого значения. Затем поддерживается постоянное напряжение, позволяющее получить однородный и равномерный слой окиси. После чего ток плавно снижается. Напряжение формирования танталового конденсатора обычно в 3-4 раза превышает его рабочее напряжение, что гарантирует последствия ее высокую надежность. Затем формируется катодный электрод. Слаги окунаются в водный раствор нитрата марганца, а затем спекается при температуре около 250 градусов Цельсия для получения слоя двуокиси. Этот процесс повторяется несколько раз при различной концентрации раствора. Стрингеры помещают в кислую ванну, и на них подается напряжение, примерно равное половине напряжения электрохимического процесса. При этом марганец удаляется из зон повышенного тока утечки в слагах и улучшает качество диэлектрического слоя. Теперь можно формировать внешние выводы конденсатора. Элементы конденсатора опускаются в графитовую смесь и затем в сушильную печь, где нагревается для лучшего сцепления слагов. Процесс повторяется с серебряной смесью, что улучшает электрические соединения слоя с катодным выводом. Окончательно сформированный стрингер содержит около 70 элементов, которые могут быть соответствующим образом объединены в корпус. Продолжение следует...